Дети, мы начинаем урок ОБЖ, посвящённый теме безопасности при пожаре. Опять про мокрую тряпку будет рассказывать. Скорей бы нормальный ОБЖшник у нас уроки вёл. От вас уже три учителя ОБЖ сбежало, и не в последнюю очередь из-за тебя, Кека. Ой, подумаешь, бутылкой в одного случайно кинул. Это был коктейль Молотова. По ваше счастье, школа нашла вам учителя, с которым вы не заскучаете. Это генерал-майор службы спасения, это Солый Зольдович. Заходь! Всем привет, ребята. Меня зовут дядя Страхуев. Знаете ли вы, как нужно действовать при пожарной тревоге? А как выглядит эта пожарная тревога? Сейчас я вам покажу на практике. Для начала нужен пожар. Теперь нам нужно только дождаться, когда кто-нибудь в коридоре заметит пожар и включит пожарную тревогу. Что такое? Это пожар? Где мои ведра? Пожарной тревоги нет. Ничего, попробуем ещё раз. Да что же за народ-то безответственный пошёл? Две, ты куда? Давай, давай. Давай, давай. Молодец, наконец-то. Дети, слушайте, как выглядит пожарная тревога. Вот как-то так. Услышав три звонка, мы должны эвакуироваться. Ой, пахнет горелым, что же нам делать? При угрозе задымления следует принять единственно верное решение – эвакуация в окно. Но прежде чем выкидываться в окно, убедитесь, что вы на первом этаже, а не как сейчас. И что же нам делать? Возвращайтесь в класс, вы же можете разбиться. И кто развёл такой большой пожар? В общем, нам придётся пройти через коридор мимо огня. А чтобы не задохнуться дымом, надо намочить тряпку и перекрыть ей дыхательные пути. Мне тряпки не хватило. Вась, ты чё, дурак? При готовке шашлыков надо намочить тряпку и перекрыть ей дыхательные пути. Вот мы и в безопасности. Теперь вы знаете, как спасаться от пожара.